Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем снег. У многих возникает проблема, еще до начала работы со снегом, дескать, это же какие-то оттенки, оттенки. Ну, на самом деле, снег это все-таки белый и немножко цветовых. В общем, к снегу можно красиво подойти. И вот мы сейчас подойдем к снегу красиво. Как и во многих других случаях, мы смачиваем холст для того, чтобы сухость холста не препятствовала набору краски. И нагоним белил. Буквально нагоним белил. То есть создадим очень влажную среду на холсте. Вы видите, как на храпом работает кисть. Задача очень простая, но здесь скорость. Хорошее дело. Скорость письма задает определенное настроение. И даже тем, что мы быстро набираем вот эту среду, это даст мастихину оперативный простор в общении с этой влагой, которая потом может уйти за счет того, что разбавитель будет впитываться или испаряться. И чтобы ускорить процесс набора картины и воспользоваться этой мокротой, мы это делаем все быстро, в темпе, никуда не отлучаясь от холста. Сейчас я просто раздавил белило по холсту. И вы примерно видите количество и качество влаги. Мы с вами нарисуем уходящую вдаль дорожку воды. То есть, ну, какая-то речушечка. Лесок с двух сторон. И на переднем плане немножечко будет внятного снега. Очень красивое сочетание. Это голубой. Желательно показать палитру. Голубой. Розовый. Получился фиолетовый. И плюс коричневизна. Вот эти три основных цветика с белилами дали довольно вкусную историю. Она сложная по цвету и вкусная. Прямо запомните. Голубой, розовый это фиолетовый. Плюс коричневизна. И у вас красивый сложный цвет. И оттенки этого цвета. То в пользу коричневого, то в пользу голубого, то в пользу розового. И чё. Плюс коричневизна. И вот у нас следующийая подарочек. И вот. И вот 아무래도 лохоз bless. Просто карида. И вот смотрите. Министерство красatori. Бывают лохозовый. И вот я в курсе. И такиеилия. И вот зарядка. Это отражение в воде В этой речушке Вы наверное не раз обращали внимание Что речка зимой темна Относительно берегов Очень темна И вот темность этой реки С внятно вертикальными отражениями Мы задаем Коричневый с голубым Это вариант Глубокости Зеленого То есть это Идея лесистости Вы видите краска еще очень подвижна Очень послушна Ее очень легко гонять по холсту То в пользу коричневого То в пользу голубого Это стена леса Это стена леса Конечно в котором будут В котором какое-то содержание появится Это будут стволы Это будут ветви Это будут ели Это будет мгла Дальнего плана Картинок на эту тему Очень много И фотоматериала И Картин других художников Которые могут стать Поводом для вдохновения Но мы берем Саму технологию Письма Которая легко Решает эту задачу Вы видите Появляется Вот эта мглистость Можно слегка Снабдить Белый Грязцой Розового То есть Вот тот наш цвет Может быть даже Покажи палитру Вот тот наш цвет Который мы Собирали из трех Вот в пользу розового И в пользу белил И например Чуть-чуть Снабдить цветом картин Чуть-чуть Хотя и вот эти трое Которые Задействованы И дают некую Красивенькую серость Они тоже Дают Оттеночки Цвета Дальние деревца Ели Заснеженные Лиственные Деревца Все они Мутны Малоразличимы А мы как всегда Начинаем С дальнего плана Лишнюю слякоть Краски Можно присобрать Здесь у нас куст Вы видите Характер укладки Вы видите Пока вообще Ничего сложного На холсте Не происходит Нет ни одного Сейчас Происшествия На холсте Которое бы Потребовало Квалификации Но Ни с того Ни с сего Узнать Как это Можно написать В общем-то Без того Чтобы увидеть Разоблачить Вот скажем Идею такого Письма Сами по себе Вы конечно Не можете Ну вот Вы сейчас Видите И пока Видите Что сложности Еще Вообще Нет Немножечко Плоскости Обозначим В данном случае Лежачая плоскость Второго плана Краска Вмешиваясь Одна в другую Достаточно Вкусно Укладывается Формируется Идея Идея Второго плана То есть Вот этого Дальнего берега Чуть-чуть Обозначим Может быть Более бледно Поскольку Это вдалеке Дальний план Заснеженные Деревца Кусты По макушкам Которых Бело Простой Шлепание Белилами Белилами По холсту Дает Эффект Заснеженного Куста Плоскости Которые Спускаются К воде Прям По наклону Плоскости Укладываются Появляются Пуклости Выпуклости Макушкам Простой Простой К אות Простой Простой Крэм Простой К Hard Пят Пят Простой Если Выпукло decision Ах Простой вот еще один мысик усложняем ситуацию вот еще один мысик усложняем снег на ветвях елей но делаем его не белым а для того чтобы он на белом небе прозвучал как белый в контражуре к небу а для того чтобы он был на белом Продолжение следует... Вы видите, тем же мастихином можно поставить первый вклад в деревца, в их стволы. Торчащие какие-то ветки. Продолжение следует... И тут же их чуть-чуть накрыть снегом. Более жестко на переднем плане и более читаемо. Маленький секрет о том, как лучше работать со стволами. Стволы можно вытягивать. Ветки, стволы. Прямо вытягивать. Кладем в основку и вытягиваем. И именно вытягиваем. Не поднимаем кисточку, а тянем вместе с рукой. Появляется достаточно живая линия. Достаточно живая линейка. Либо втягиваем внутрь. Очень простой, удобный ход, чтобы нарисовать коряжетое состояние ствола. Работаю. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Примерно по этой же траектории можно положить и снег. Примерно по этой же серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот, скажем, ствол березы. Может быть даже несколько стволов. То есть там не береза, поэтому, я не знаю, осина или еще какая-нибудь. А вот березовые стволики. Березовые стволики любят укладку по вот такой траектории. Появляется дремучесть ствола. Мшистость. То есть укладка по форме цилиндра. Чуть темнее березовые стволики книзу. Можно от них бросить тени чуть-чуть. Хотя погода рассеянная, тени невыразительные. Такимнее. Такимнее. Как масло на хлеб. Это очень подходящая для этого случая ассоциация. Укладываем мазочки шпатлевочного характера. Создавая идею бугристости и направления этих склонов. Сам снег на этих буграх тоже может быть, например, отражен по траектории вертикальной. То есть траектория отраженности. Чуть светлее отражение у самого берега. И теряется оно, уходя от линии соединения с отражением. К этим висячим отраженностям. Мутным висячим отраженностям. Именно мутным. Видите, я затер буквально до мутного состояния. Можно добавить, скажем, образующийся молодой лед. Который имеет внятно горизонтальный характер. Он обозначит плоскость лежачую. И обогатит картину содержанием и еще одной фактурой. Вы видите, несмотря на то, что идея серая, ну, видите, у нас мигают и голубой, и розовый, и коричневый, и синенький. Вот что, конечно, вдруг обогащает всю картину. Вот так. Вот так. Очень густой, мощный мазок. Снабдим им передний план для ощущения близкого присутствия. Густая краска своей фактурой создает эффект близости. Еще один забавный трюк. Можно взять тряпку с ее вот этими мятостями. Покажи, пожалуйста, палитру. Макнуть, намокать краски на вот эту вот. И вот таких висельчаков накидать в некоторых местах. То ли изморозь, то ли остатки снега. Но это красиво. Просто само по себе красиво можно воспользоваться такими вещами. Запутано ли сно? Вот так вот. Ну, какие-то там веточки, какие-то веточки здесь. Все мшисто, все в снегу, может быть, пару птичек на переднем плане. Спасибо. 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 На удачу гоняю красочку в этом месте касания. И если что-то интересное складывается, оставляю. Буквально на удачу. Вы видите, вода сделала зигзаг, это всегда красиво. То есть, если бы она была просто трубой в сторону, это было бы недостаточно красиво. А с зигзагом красиво. Давайте посмотрим на это в рамочке. Хорошо весьма. Спасибо. 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 Спасибо.